Венчаном браке. У меня очень хороший муж. Уже 9 лет я в связи с другим мужчиной, которому служила, как должна была служить мужу. Этим вызвала глубокую привязанность того другого мужчины. Свет между нами уже давно не на половом уровне. Он постоянно говорит, что любит, хочет жениться, детей от меня. Он женат, но религия позволяет взять вторую. Я хочу начать честную, верную жизнь со своей семьей. Тому мужчине я уже говорил, что надо прекратить. Он не готов отпустить меня. Я тоже очень привязан к нему, но просто не могу больше быть грязной свиньей. Хорошо, это правильно. Что мне делать? Молиться и все. Нужно само отвариться. Я осознала все ошибки, больше никогда не изменю мужу. Как выйти? Если бы вы осознали, вы бы уже были спокойны. Больше никогда не так. Но как выйти из этой ситуации? Когда-то я горячо молилась, просила у Бога этого мужчину, и он исполнил мое желание. Спасибо вам за этот вопрос. Он очень сложный, нужный для всех. Это вопрос, который я уже много раз на него отвечал. В принципе, здесь все же уже понятно женщине. То есть ей не нужно ничего объяснять. Она все знает. Проблема только в ее привязанности. Привязанность — это, в общем-то, наша проблема всей жизни. То есть мы хотим не любви, потому что любовь на самом деле в данном случае находится между ней и ее семьей. Любовь, она не жжет сердце. Любовь — это возможность. То есть Бог дает возможность служить кому-то в этой жизни. Эта возможность выражается в том, что создается семья. Но если бы можно было две семьи создавать, тогда, наверное, бы совесть была чиста, и человек бы не чувствовал страдания. Потому что ведь все вопросы мы задаем к совести. То есть это не вопросы к Олегу Геннадьевичу сейчас перезадам. Потому что человек испытывает угрызение совести. Согласно ведической концепции, совесть является представительством Бога. Это голос Бога в нашем сердце. Если человек чувствует страдания в сердце от того, что он отдает свою влюбленность, это не любовь, это влюбленность, отдает свою влюбленность не от своей семьи, то это означает, что совесть не хочет. Эти страдания означают, что совесть не хочет, чтобы так было. Совесть не хочет, чтобы так было. Бог не хочет, чтобы так было. И вопрос ведь стоит не в том, если бы мы слушались Бога и служили Ему в своем сердце, у нас же бы не было бы проблем. То есть есть привязанность какая-то, но я не хочу этого. Видите? То есть идет конфликт между любовью и влюбленностью. Потому что любовь сама по себе, это возможность служить. Любовь создается Богом. Допустим, Бог нам дает ребенка. Бог дал ребенка, родной ребенок. Есть возможность служить. Как в чем эта возможность выражается? В родственных связях. Они создаются, эти родственные связи. Теперь, чем отличаются эти родственные связи от тех связей с мужчиной, с чужим, с которым, допустим, женщина много лет строила отношения? Они отличаются тем, что внутри семьи родственные связи не вызывают угрызения совести. Мы же не испытываем страдания, вот совестливость от того, что мы служим своему сыну или своему мужу. То есть женщина служит своему сыну, своему мужу, и она счастлива. У нее нет в сердце чувства, что что-то не так. Так ведь? Теперь она начинает думать о чужом мужчине, и у нее в сердце возникает угрызение совести. Она знает, что это неправильно. Если бы Богу нравилось это все, тогда она бы чувствовала и там хорошо, и здесь, и мне хорошо, и там, и здесь. Все нормально. Проблем никаких нет. Так? Ну то есть что такое любовь? Любовь — это возможность служить. То есть любовь — это действие, направленное на служение близкому человеку. на служение, которое санкционировано Богом. Сначала Бог создает отношения, в которых ты можешь, имеешь право так действовать. Бог дает право, возможность так действовать, близкие отношения, скажут. Бог дает право на это. Но есть еще влюбленность. Влюбленность — это не право служить. Это желание наслаждаться другим человеком. Вот как вы думаете, вот если взять, допустим, меня, вот сколько найдется в Москве девушек, которым бы я мог наслаждаться? Я думаю, что очень много. Тысячи. Если, допустим, с какими-то из них я установлю близкие отношения, меня будет тянуть к ним. Так? И если я буду долго с ними отношения устанавливать, меня будет сильно тянуть. Чем дольше устанавливать отношения, тем сильнее тянет. Вот скажите мне, чем это отличается от наркотика? Просто обычного наркотика. Я укололся один раз, мне стало хорошо, а теперь мне хочется еще раз укололся. Чем это отличается? Ничем не отличается? Это просто желание чем-то наслаждаться. Ну вот, допустим, как наркоман решает вопрос наркотика? Еще раз. А? Еще раз. Ну, он может так решить, а может решить иначе. Это вопрос чего? Вопрос просто понимания вещей. Чего я хочу в жизни? То есть, если я хочу любви, это одна жизнь. Если я хочу наслаждаться чем-то несанкционированным, потому что любовь – это то, что санкционировано Богом всегда. Человек не может любить не в том направлении, в котором Бог ему не дал. Мы не можем создавать семьи каждые пять минут. Как где-то в Америке, я читал, есть такие автоматы. В этот автомат два паспорта вставляешь, и выдается документ. Вы расписаны. А потом рядом стоит автомат, можно опять два паспорта вставить, вы разведены. И люди, допустим, это курортный город, люди приезжают, раз, два паспорта засунули, вы расписаны. Раз там сексом позанимались, раз, два паспорта засунули, вы разведены. Понимаете, ну это же смешно, это просто цирк. Мы же знаем все прекрасно, что когда люди создают семью, то они чувствуют, вот что Бог хочет этого. Им нравится такая жизнь, нравятся такие отношения. Таким образом, близкие отношения между людьми должны быть санкционированы высшими силами, санкционированы Богом. Вот, нам светло стало, да? Спасибо. Я убедился, ты взял. Вот, близкие отношения должны быть санкционированы Богом. Если они санкционированы, то тогда любви нельзя построить любовь в этом случае. Это будет просто привязанность, наслаждение человеком. То есть я нашла себе какого-то мужчину, в котором я, мои центры психические совпадают, гармония возникла, так? Но Бог не санкционировал эти отношения. Если бы Он санкционировал, тогда бы я замуж вышла не за своего мужа и родила не от него бы детей, а вышла бы замуж за другого человека, с которым больше гармонии. И если так рассуждать, что вот именно Бог так действует, тогда возникает интересная логика, которая часто работает у людей. Логика какая? Я вышла за кого-то замуж. Оказывается, гармонии неполны. Когда оказывается? Обычно где-то года через три жизни, когда влюбленность заканчивается. Влюбленность через три года у людей заканчивается, наступают трудности, потому что в личной жизни надо сдавать экзамены. Три года прошло, влюбленность закончилась, и человек думает, так, наверное, гармония неполная. Надо искать лучше. А в Москве мужиков много. Особенно если человек работает в большой фирме, какой-то там очень много разных мужчин, много одиноких. Оп, возникла гармония со следующим. Опять три года, потом раз, тают чувства, всегда влюбленность тает у всех людей. Некоторые думают на всю жизнь. Олег Геннадьевич, а у меня всю жизнь не будет таять. Это ошибка. Такого никогда не бывает. Любой вкус в этом мире тает. Любой материальный вкус тает. Допустим, вкус меда. Человек не может всю жизнь радоваться одному и тому же меду. С точки зрения наслаждения все заканчивается. Нет такого, что было всегда. Поэтому растаял второй вкус. Дальше. Опять гармония неполная. Надо найти полную гармонию. Следующий мужик. Ну, понимаете, если бы было все так просто, то, наверное, так люди бы и жили. Но проблема в том, что ты, когда бросаешь одного, то возникает психическая травма. Ты за это будешь отвечать. Следующий брак уже будет с горчинкой. Потому что тебе придется отвечать за свой поступок. Потому что человек страдает от этого, который ты бросил. Поэтому это логика. Логика такая. Я нашла себе свою вторую половинку, наконец. Нашла. Вот мой муж, это не вторая половинка, и ребенок, это не вторая четвертинка. А вот это моя вторая половинка. Почему? Потому что от него пошло, 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 пошло. То есть вот это вот наслаждение. И так, видите, эта энергия наслаждения не санкционирована Богом. Богом санкционирована возможность служить. Служить означает заботиться о человеке, сделать что-то к нему хорошее. У него возникает чувство благодарности в ответ. Эта благодарность заставляет его тоже что-то делать хорошее. Так люди начинают чувствовать, что им надо быть рядом. У них появляется светлое чувство друг к другу. Это светлое чувство ничего общего с половой вот этой вот возбужденностью не имеет. Это другое чувство. Половое возбуждение сначала начинается в отношении. Это начало отношений. А потом дальше будут другие уже отношения. Они более светлые, чистые будут, возвышенные. Должны быть такие отношения в семье, по крайней мере. И тогда семьи сохраняются. У нас в стране 80% разводов. Означает неправильная концепция в целом у людей. Что такое семья? Люди в основном хотят наслаждаться друг с другом. Наслаждение ждения закончилось. До свидания. Все. И сейчас вот эта женщина, я очень благодарен, написала мне вот это письмо, потому что это письмо является ее откровением, покаянием. Представьте, при всех взять и вскрыть ситуацию. Это же непросто, правильно? Вот. И это покаяние даст ей возможность победить свою судьбу. потому что потому что ситуация непростая. У нее сейчас экзамен между любовью и желанием наслаждаться. И экзамен сдавать нужно с помощью только молитвы. Потому что энергия любви это сила, которая недоступна для человека, для любого человека просто так. Это тайна. Эта тайна передается только от святого человека, от святости, священного писания, святой человек, молитва, святая земля, останки святого человека. Вот можно пойти к матушке Матроне, взять, упасть ей на ее останки, плакать и говорить, пожалуйста, подари мне понимание, что такое любовь. Подари мне вот понимание, что такое любовь. И когда человек получает этот вкус, что такое любовь, сразу жажда вот этой влюбленности тает. Точно так же, как человек более сладкий вкус получает, менее сладкий вкус уже не нужен. Более вкусное, что-то сладкое попробовал, менее сладкое уже не хочется. Точно так же вот эта влюбленность, жажда, жжение, влюбленности, а это менее сладкий вкус. А чистые отношения возвышенные с близким человеком, с детьми отрезляют. Это более сладкий вкус, более возвышенный, он охлаждает психику. Влюбленность нагревает психику, разум становится неуправляемым. Человек такой, ааа, то есть его жжет, ему хочется встречаться с этим человеком, наслаждаться им. Но когда человек честное, чистое отношение, которое Богу угодно строит с близким человеком, что возникает? Охлаждение, психика остывает, возникают такие глубокие, чистые, светлые отношения, которые имеют трезвую природу, они усиливают разум, дают возможность служить Богу, думать о молитве, развивать свой характер. Чистые, светлые отношения. Они имеют холодную, ну, как не холодную, а такую чистую, охлаждающую от греха природу. Вот так вот. Они охлаждают от греха. Как, допустим, человек помылся, допустим, в чистом озере. Он очистился от грязи, ему хорошо стало. Понимаете, так и человек, который соприкасается со святостью, ему становится хорошо, он очищается от грязи и остывает, жжение, жар вот этой влюбленности остывает. То есть, единственный способ сейчас решить вопрос, для вас, вот, женщина, которая написала мне вот это письмо, это искать защиты у святости в своей вере, в своей традиции духовной, искать защиты у святости, искать чистоты и просить любви, просить, что такое любовь, понять, что такое любовь, потому что, когда откроется в сердце это чувство вот этой верности мужу, верности детям, этим чистым отношениям, которые так хочется иметь, сразу вот это жжение под чужому мужику, оно начнет остывать, психика начнет трезветь, то есть, нужна помощь в этой ситуации, помощь вот приходит таким образом, через возручного человека. Да, если вы сможете так громко что-то было слышно. Да, да. Ничего не слышу. Есть микрофон второй? Второй микрофон есть в зале? Ну, подойди тогда, подойди. Спасибо. 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 Да, да, это дает силу совместную. Вместе дает силу. Мы даже вдвоем вот с Вячеславом молитву повторяем, уже легче, уже сильнее. У него своя сила, у меня своя объединяется, получается легче. Это лучше, однозначно лучше. Два-три человек с подружками очень здорово. Будете потом обсуждать. Сначала настройки молитвы общей вы сделаете, потом молитва какое-то время. И надо, чтобы какой-то голос святого человека, который звучал еще обязательно. А потом обсуждайте это все, открывайте сердце, записывайте это все, потом читайте еще раз. Потом раз в неделю, если будет собираться, у вас все проблемы в жизни будут решаться. С мужем нужно так делать. Не можно, а нужно. Это и есть настоящая семейная жизнь. Вместе молиться. Вот это и есть то, что побеждает себя. Еще раз расскажу, значит, ну, как можно? Чем вредят игры в компьютер? И вредят ли они вообще? Вообще, ребенку надо играть во что-то. Он не может без игры жить. Детям нужна игра, потому что они верят в счастье в этом мире. Что такое игра? Это поведение, похожее на духовную жизнь. На самом деле, в духовном мире каждое слово – это песня. И каждый шаг – это танец. Там все пропитано любовью. Когда человек любит, что он делает? Он поет и танцует. Так? Когда человек любит, поет и танцует. Он не просто ходит. Его движения становятся наполненными любовью. Поэтому дети, они хотят любви. То есть они еще верят, что здесь много любви в этом мире, в который они попали. Они очень сильно привязаны к духовному. Поэтому детям нужна игра. Игра – это как раз означает вот это такое необычное действие, в котором есть элемент такой сказки, влюбленности. Сказки такой, понимаете? Детям нужна сказка, нужна игра. Какие-то игры нужны детям обязательно. Вот теперь движемся дальше. Может ли быть, это игра в компьютере у ребенка? Может быть, игра в компьютере. Да. Ну, понимаете, проблема-то в чем заключается? Проблема заключается в том, что сейчас, в наше время, то, что в компьютере детям предоставляют, это ничего общего с развитием личности не имеет. Это раз. И второе. Если ребенок играет только в компьютере, он каким становится? Недоразвитым физически, недоразвитым психически, потому что у него нет отношений. Нужны отношения с людьми. Нужны близкие отношения. С детьми нужно строить отношения. Отношения означают также конфликты. Они решаются. В компьютере у него ни с кем нет конфликтов. Он всегда победит ус. Все остальные поиграть проигрантусы, он всегда победит ус в компьютере. Понимаете, да? Ну, то есть он всегда прав. Это же не искусственная ситуация, неправильно? Да, ребенок играет с детьми, он часто неправ. Бывает, он пытается понять, как жить в этой ситуации, что делать. Он развивает смирение, пытается понять людей, окружающих. Уже начинает как-то жить. В принципе, компьютерные игры, как методическое руководство для развития концентрации внимания, там, развитие памяти, для усвоения языков иностранных, каких-то технических моментов нормальных. Но если мы говорим о жизни, то ребенка надо вытаскивать оттуда, из этой жизни. Потому что там пытаются им создать жизнь ребенка. Жизнь какую? Такую, искусственную, в которой нет правды. Он потом идет в настоящую жизнь, и там он не может найти то же самое, что он там находил. Такой ребенок становится очень упрямым, инертным. Он не способен как бы в ситуации понять, как что делать. Компьютерные игры не дают возможности решать ситуацию, потому что ситуации же складываются не из одного победитуса. Когда он собирается с детьми разными, там пять человек, все пять победитусы. И надо с ними как-то договариваться. Теперь вопрос, а почему дети постоянно погружаются, все больше и больше погружаются в эти компьютерные игры? Они могут оторваться. В чем причина? Нет, но они ищут модули поведения. То есть там отблочатся модули поведения в мире. Ну да, то есть они что-то ищут там. Но есть еще более глубокая причина. Источник счастья. Источник счастья. Причем какого счастья? Счастье, в котором ты никогда не проигрываешь. Ты всегда только погреждаешь. То есть ребенок самоутверждается. Он верит, что если родители ему дали, вот этот источник счастья, он там самоутверждается. Значит, это все правильно, потому что родители не отнимают. Они согласны со всеми. Пожалуйста, сиди, никого не трогай. Главное, никого не трогай. Сиди и шуруй там в своем компьютере. И так как родители не против, и есть целая индустрия, целый бизнес для того, чтобы детей погрузить в это удовлетворение своих чувств. Потому что это просто азарт, удовлетворение чувств и все. Ничего общего с жизнью это не имеет. Вот чем это отличается от того, что взрослые пьют спиртное? Взрослый выпил спиртное, ему стало хорошо. Ребенок поиграл в компьютер, ему стало хорошо. Взрослый посмотрел какой-нибудь дефектив, фильм какой-то, ему стало хорошо. Это все одно и то же. То есть это просто попытка забыться. Есть три типа людей, три типа поведения в жизни. Первый тип людей. Они не решают проблемы сердца своего, они забывают за все время в жизни. И есть разные способы забываться. У ребенка, допустим, выпивать это способ забываться или нет? Нет. А какие у него способы у ребенка есть забываться? Уходить в иллюзию, забываться. Какие способы есть? Уходить в иллюзию, балдеть там в этой иллюзии, находиться, испытывать счастье. Какие? Компьютерные игры. Вот это самый такой гарантированный способ уходить в иллюзию. У взрослых больше. Допустим, взрослому человеку можно играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, выпивать, погружаться в половое наслаждение, ездить на острова, играть в казино, кататься на американских горках или там еще на чем-то кататься, летать, кувыркаться. Есть много-много разных способов не решать проблемы, а заглушать их с помощью балдежа. Вот, допустим, вы все пришли решать проблемы сюда, на эту лекцию. Я вам очень благодарен. Это означает, что я не зря живу свою жизнь. Вы мне даете возможность жить. Но я бы мог по-другому сейчас, я вам сказать, мог бы сказать. На самом деле, сегодня не будет лекции, сегодня будет концерт! Понимаете? И как бы я бы пошел там, там, в этот, танцевать, там. Там, да? И пошел, да, и все. Все танцуют, все танцуют со мной! И такой, пошел танцевать, и все танцуют. Проблема решена? Все счастливые. Все счастливые. Все уходят счастливые. Олег Геннадьевич танцевал. Все счастливые, проблема решена? Нет. Таким образом, ведок выделяется, первый, я не уверен, что на все записки отвечу, первый способ решения проблемы. Первый способ решения проблемы. Забуться. Называется жизнь невежествия. Называется жизнь невежествия. Человек, который решает проблему, забываясь, погружается в деградацию постепенно. Сам того не понимает. Потому что эта жизнь невежествия, она крадет разум у человека, и человек в этом забытии, он теряет постепенно понимание, что такое жизнь. Он просто хочет, играть в жизнь. Он не хочет жить. Он хочет играть в ней. Все. Трезвости теряются. Дети тоже хотят играть в жизнь, но интересно знать разницу. Родители должны отрезлять детей постепенно, они должны их приводить к жизни, игра должна быть приближена к жизни. Но компьютерные игры не приближены к жизни. В них нет жизни, в них есть только победа и все, и один герой — это я. А все остальное — это вымысел, вымысел того, кто создает эту игру. Таким образом, это просто наркотик. Есть второй способ жить, второй способ жить. Когда человек трезвеет, он понимает, что просто развлекаясь, отвлекаясь, он не сможет решить проблему в сердце своего. Тогда он начинает пытаться понять, где проблема. И первое, что на ум приходит, это те люди, которые меня окружают. Так вот кто виноват на самом деле в моей судьбе, это они мне делают проблему. И человек начинает пытаться как бы менять других людей. Это жизнь в страсти. Человек в страсти постоянно сражается со всеми, доказывает, что он прав, что все неправы. Но это уже более трезвая жизнь. По крайней мере, можно понять через какое-то количество времени, что никому ничего не докажешь. Что они точно так же могут тебе доказывать, что это все заканчивается просто печально. Люди не могут, совершая усилия друг другу, не могут друг другу ничего доказать. Третий способ. Жизнь в благости. Понять, что я являюсь источником всех своих проблем. Очень большая тайна. Кажется, ну как я являюсь? Ну посмотрите, жена что вытворяет, Олег Геннадьевич. Ну как я являюсь источником проблем? Ну не может быть такого. Но посмотрите, как она себя ведет. При глубоком анализе человек начинает понимать, что у него у самого куча проблем. Но он их не может видеть. Это очень сложно увидеть в своей проблеме. Допустим, мужчина, он часто ранит женщину своими словами, своим поведением. Но этого не понимает. Женщина очень чувствительна по природе. Чуть-чуть он грубо себя почувствовал. Ей уже плохо от этого. Но он считает, ну это же твои проблемы. Я что, я нормально себя веду, как обычно. Видите, то есть он не считает, что у него есть вообще какие-то проблемы. Он просто ведет себя как обычный. Что ты паришься? Я тебе нормально сказал. Она говорит, говори со мной ласково, я не могу так жить. Я тебе нормально сказал. Видите, он не считает, что есть какая-то проблема. Но она ей больна. Вот таким голосом, когда он таким тонн, ей очень больно. То есть у мужчин есть проблемы, да? Женщины согласны? Да, все женщины согласны. Вот это большая проблема мужчин. Согласны? Да. Теперь, смотрите, женщины говорят эмоционально часто. Эмоционально. А мужчина не может терпеть женские эмоции. Когда женщина эмоционально говорит, ему тяжело это терпеть. Вроде он крепкий такой человек, но эмоции он терпеть не может. Они лезут в сердце, и он с ним ничего сделать не может. Они сильнее его, как бы, вот этой вот крепкости. Он может на танк броситься, но женские эмоции он не может терпеть. Им плохо. Но женщина говорит, я ведь тебе ничего плохого не делаю. Я просто тебе открываю сердце. Я тебе просто честно говорю, как мне тяжело. Но она не чувствует, что она, как бы, какие-то проблемы имеет. Так? Таким образом, люди в страсти, они не могут понять свои проблемы. Это бесконечно. Эти ругани между мужчиной и женщиной, это бесконечно. Почему? Потому что так устроен этот мир, что если человек не хочет принять факт, что правильная жизнь — это решать проблемы внутри себя, а не обвинять другого человека, то тогда счастья не будет никогда. Надо сначала принять это просто концептуально. Виноват я во всем, сам. Это больно принять, но надо принять. Если ты не примешь, ты не поймешь дальше, как жизнь твоя будет складываться. Это тайна. Все остальное — тайна. Видите, какой большой путь до правды? Вот если ребенок играет в компьютерные игры, где тут правда? Где он этот путь проделывает? Он просто отвлекается от жизни. Это называется самоубийство. Этот ребенок, который играет в компьютерные игры и погружается в них, он недалек от пьяницы. Просто это детская модель поведения, а это взрослая. Это одно и то же. Придет время, он будет пить просто, и все. Теперь вопрос, а почему мы допустили то, что ребенок играет в компьютерные игры? А это потому, что мы не хотим любить. Любовь — это тяжелый труд сердца. Очень трудно любить. Тяжелый труд сердца. Я сейчас ехал сюда в метро и встретил одну девушку. И у нее какая-то трудность в жизни серьезная. Она говорит, «Олег Геннадьевич, я, наверное, не буду вас беспокоить, поеду отдельно. Вас многие люди беспокоят». И я подумал, это правда. Я был самолет и уставший. Но я сказал себе, нет, я должен побыть рядом с этим человеком и помочь ему. Когда она на меня смотрела, я чувствовал, что мне нужно отдать ей заботу, отдать ей силы. Вот точно такое чувство испытывают родители, когда находится рядом ребенок. Один вариант — мы отдаем силу, второй вариант — мы говорим, «Иди, иди, иди там, поиграй». Почему поиграю? Потому что я не хочу тебе свои силы отдавать. Я не хочу тебя любить, потому что любовь — это аскеза. Для всех аскеза, для всех людей. Но это единственный путь жить. Если мы хотим, чтобы дети занимались чем-то там, они такими и вырастут. Они вот и вырастут чем-то там, где-то там, и под забор. Поэтому выберите, или вы занимаетесь своими детьми, отдаете их какую-то секцию, ездите их, возите туда, или как-то организовываете их жизнь, чтобы они развивались, или они будут погружаться в самоуничтожение. Если ребенок уже привык к компьютерным играм, отнимайте. Или заменяйте на более благостные игры. Пускай играет в компьютер, но делает что-то нужное. Учит английский, допустим. Есть компьютерные игры, которые нужны для обучения. Пускай это, но если он начинает просто играться, там, сприт-паф, то тогда это уже не то. Нужно просто то, что может привести его к конкретной цели какой-то. Он хочет выучить английский, пожалуйста, математику, физику, кемию, с помощью игры. Отлично. Но если это приходит, выходит за эти рамки, не давать играть, запрещать. Пускай плачет там, и все что угодно, надо запрещать. И запрещая предоставлять другие возможности, другие условия. Пускай переключайте на фильм, пускай посмотрит нравственный фильм. КОНЕЦ